В прошедшие выходные на Красной площади состоялись финальные игры по хоккею с мячом на Кубок Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Второй год подряд в восьмерку лучших в России попадает команда «Русич» из Ликинодулева. Ребята боролись наравне с командами из таких городов, как Архангельск, Красноярск, Новосибирск, Хабаровск, Ульяновск и других. На игре наших хоккеистов побывали и мы. Несмотря на юный возраст хоккеистов, страсти на льду разгорались по-взрослому. Спортсменам по 10-11 лет. Но правила жесткие, как в обычном хоккее с мячом. Нарушил – значит поедешь отдыхать на скамейку штрафников. Единственная поблажка – периоды в половину короче, чем во взрослом турнире. Когда святейший патриарх посещал Олимпийские игры в Сочи, он там сказал, что в здоровом теле здоровый дух. И наоборот, можно сказать, что когда здоровый дух, тогда и здоровое тело. В соревнованиях есть дух здорового соперничества, но и помощи Божьей, благодати Божьей на всем на этом нашем деле благом. Всего в финал вышли 8 команд. В основном это спортсмены из крупных городов России. К этому турниру они готовились на искусственном льду. Нашим хоккеистам в этом смысле повезло меньше. Тренировались всего месяц, когда погода позволяла играть на стадионе. Поэтому проигранные периоды стали закономерностью. Каждый наполняет свою работу, а не то, что давай я побегу вперед, гол забью. Да не надо голы сбивать, там есть кому голы сбивать. Вы здесь отработайте нормально, и все, и голы будут. Все ответственность за пропущенные мячи взял на себя капитан. Егор Черкасов и в прошлом году играл на Красной площади. Но объективно этот год оказался тяжелее. В том году играли лучше, а в этом плохо. Почему? Не выполнили установку тренера. Соперник сильный. Защитцы все уехали в нападение. Еще домой не отрабатывали. Уже к середине турнира стало ясно, что за победу нашим хоккеистам бороться не получится. Однако, несмотря на это, тренера работу ребят оценили в высоком. Додать должное, что били, старались, но физически не хватает. Но самая главная проблема – ледовая подготовка. Из тех городов, с которыми мы играли, у них у всех есть искусственные дворцы, поэтому они катаются круглый год. Но так как у нас зима, сами знаете, в этом году мы, если полностью месяц катались, то не хватает ледовой подготовки. А так, я благодарен ребятам, что они били, старались. Попасть в серию финальных игр – это уже успех. Сначала проходили отборочные. Русичам не нашлось равных ни в Московской области, ни в Центральном федеральном округе. Во многом, это заслуга летней подготовки в ледовом дворце города Орехово-Зуево, которая была обеспечена благодаря районной администрации. Борис Егоров лично следит за успехами хоккеистов. И, как и в прошлом году, в это лето у Русичей снова пройдет сбор в ледовом дворце. Это, конечно, помогло им сейчас участвовать на уровне фактической федерации. То есть у них было, насколько я помню, 100 часов. И именно вот это дало, так сказать, стимул и возможность на высоком уровне сейчас играть. И я думаю, в связи с тем, что действительно зима сейчас непонятная, как даже сейчас утро ставит, то мы будем это продолжать. Добиваться строительства ледового стадиона намерен и депутат Московской областной думы Эдуард Жевцов, который также приехал поболеть за ребят. Я уверен, что мы сможем пробить эту ситуацию. И на последнем госсовете я знаю, что президент России Владимир Владимирович Путь будет рассматривать вопрос строительства ледовых дворцов в России. Какие шансы, что в Ликино-Далево появятся? Я думаю, большие, потому что уже и документация готова, и проект идет на подготовительном этапе. Поэтому, я думаю, мы его должны пробить и сделать. Как только у хоккеистов появится своя тренировочная база с искусственным льдом, результаты Русичей станут на уровень выше, уверены тренеры. И бороться они будут уже за места в верхней части турнирной таблицы. Русич! Русич! Русич!